Главная болезнь русской души, как говорят, и о которой так много споров до сих пор, и о которой все толкуют на тысячи ладов, проблема так называемой одержимости и неизменной, как не верти, утрате духовного центра, этом неконтролируемом процессе революционного выворачивания наизнанку, и, как говорится, никто не собирается торговать вашу душу, называя вещи своими именами. И вот вихрь несущихся отовсюду слов и цитат уже подхватывает вас и несет в самый эпицентр той самой сути, о которой вы просили, из-за которой только изнанка, как вы понимаете. И кто-то из вас уже слышит эти обрывки фраз «Да, я клоп! Я мерзкий клоп!» И признаю со всем принижением, что ничего не могу понять, для чего все так устроено, а потому и спешу вернуть Богу свой билет на вход обратно. И это не означает, что я не принимаю Бога, понимаешь? Но только билет ему почтительнейший вернуть хочу! Бунтом жить нельзя! Это самоубийство! И чем дальше, тем больше люди теряют разум и едят друг друга поедом, и навстречу уже идут нескончаемым потоком все эти святые пророки и проститутки с библиями! И перед глазами уже встает, как вы видите, это пятилетняя, или уже не очень помню, может быть, семилетняя девочка-матреша, которую за руку приводят в баню к знаменитому писателю! Хочу, правда, принести всем свои извинения, я не слишком современный писатель, и подробного описания акта совокупления с малолеткой у меня нет! И перед тем, как повесится, моя матреша уже смотрит на моего насильника таким взглядом, что просто стирает остатки какой-либо надежды на перемены к лучшему драм-драм! И вот ваш 21 век уже яростно дискутирует о так называемой педофилии, как о последнем табу цивилизации, через которое непременно надо переступить, задаваясь вопросом законно спать с детьми по взаимному согласию в спору их полового созревания, когда они и так склонны к мастурбации или незаконно! Но в России, как вы знаете, и безо всяких дискуссий тысячи отцов уже спят со своими дочерьми, и за небольшие деньги собственные матери доставят вам своих дочерей, как пиццу на дом! И об этом знают в любом отделении милиции! Плохие мальчики терзаются своими грехами и кончают жизнь самоубийством или завестливым самоистязанием! Бля! Но в реальности, и попробуйте меня сейчас переубедить, дорогие мои, преступления есть, а наказания нет! 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 И не будет! И не будет! И не будет! А если будет, то не для тех, кто действительно виноват! Нет! И давление, как вы понимаете, уже настолько сильно, что вот он, вот он этот момент! И, как говорится, не пропустите или нажмите на стоп-кадр! Трам-тарадам! Тогда все ценности уже готовы вывернуться наизнанку, и кто-то уже начинает искать виноватых, и, уверяю вас, обязательно найдет и поставит к стенке! Ставит!